Эта история немного отличается от библейских притч и античных мифов. В ней убийцей стал младший брат, а не старший. Сюжет семейной драмы в итоге лег в материалы уголовного дела. В ходе распития спиртных напитков, часто употребляли спиртными напитками, произошла очередная ссора, которая переросла в драку. В ходе ссоры один из братьев схватил нож. О случившемся конфликте с нестареющей завязкой, в которой фигурирует алкоголь и внезапная личная неприязнь мы рассказали в начале февраля. Младший брат нанес старшему несколько ножевых ранений, последний скончался на месте. Первый потом вызвал скорую, полицию, началось следствие. А потом и суд. В семейной драме до сих пор разбираются участники процесса. Если в начале все было просто и понятно, то с течением времени версия подсудимого менялась. На этапе предварительного следствия мужчина сознался в убийстве, но на следствии судебном решил, что будет настаивать на превышении допустимой обороны. Не менее интересна и позиция матери, которая в суде выступает как представитель потерпевшего, то есть погибшего. Изменила свои показания, считая, что в этом случае виновен, наверное, тот сын, который погибший. Однако в ходе первоначальных следственных действий она последовательно давала показания, полностью рассказывала об обстоятельствах совершенного преступления. По мнению правоохранителей, истинной причиной конфликта могли стать незабытые обиды младшего на старшего. А еще зимой соседи говорили, что крики и звуки драки доносились из их жилища с незавидной регулярностью. Сейчас позади уже опросы и допросы, и стороны готовы выйти на стадию прений. А затем подсудимый услышит приговор. Тимур Туманов, Новости Юго-Востока.